выходит с нами на прямую связь марк здравствуйте да я прошу прощения задержался у меня там эфир был так что а все хорошо потому что мы с опозданием немного так что все все хорошо да марк давайте начнем с вечеринки потому что эта тема которая конечно уже набила оскомина с одной стороны с другой стороны она же очень показательная то как стали отменять киркорова билана и в ли вы вроде как людей не то чтобы выступаю выступавших против киркоров там снимался в клипах различных прославляющую войну что происходит и о чем это свидетельствует как вы думаете ну во первых я считаю никаких серьезных последствий для этих людей не будет ни для явлеевые не для собчак не для киркорова не для милявской не для белана не всех остальных менее значимых не будет почему потому что во первых это свои полностью свои это не какие-то там знаете такие пограничные типа звезды селебрити нет это абсолютно свои люди которые делают то что им говорят и то что нужно и вообще нету как бы политически к ним нет претензий вот как таковых потому что что они там связаны с какими-то там инсургентами и так далее нет потом вы поймите богема обслуживает элиту то есть богема не существует без элиты вот в российском изводе это именно так богема кормится от этого богема обслуживает богема радует богема вступать в сексуальные связи с элитой понимаете ивлеева она так сказать пользуется там некоторый ангажементом выразимся так да и вот уничтожать свое производство они не станут сексуальное интимное обслуживание на корпоративах везде понимаете это не так как я слышал что она работает с управлением внутренней политикой как большая часть звезд вот частично там кто-то к относится а мочит их громов и сейчас это больше напоминает некую аппаратную такую схватку в которой одни защищают этих товарищей горит ну да ну пошли ну ладно уж они тоже вот не хотите ну развлекаются люди ношу но война ну да но праздник никто не отменил новый год там туда чего а с другой стороны есть публика которые на этом пытается сыграть свою партию скажу во время войны смотрите что делают и отживить относится не только к звездам но и и лицам покрывающим которые в их вечеринках принимают участие а такие точно есть и это все прекрасно известно и и путину и там и и лубянки и так далее а вот надо их как бы приструнить надо им показать что во время войны вот эти пляски недопустимы понимаете то есть это аппаратная борьба во многом потому что ну честно говоря вот они расплакались там еще чуть пока я пока или считаю но все по методичке правда все папа по какому-то значит прайс уйдет да значит вот это стоит столько это столько но в том смысле что придется заплатить вот заплати слезами кайся бейся головой там переоденься что-то как этот это вообще в пиджаке вышел ну то есть это такое мы уже видели мы такое уже проходили кто-то там под налоги кого-то там вырезали из фильма кого-то не пустили на огонек еще чуть но это все настолько вторично понимаете сегодня так а завтра все изменится уже будут новые новости забудут об этой вечеринке и насчет что-то другое и они люди спокойно переживут это в каждом втором выступлении я искать и приношу жизнь но я живу в россии работаю в россии я журналист работаю в россии эти горки а звезды мы поем для зрителя в россии и так далее то есть эта форма книг сына нужно постоянно показывать что ты тут никуда вот как те вот иноагенты проклятые типа пугачёвы галкины и всякие земфиры и монеточки уехали да мы тут вот здесь работаем для наших людей и для самих военных для их жжон там я не знаю там дочерей матерей т.д. т.п. понимаете поэтому наказывать своих нет вообще никакого резона нет никакого вот из этого эффекта ну и что ну а в целом как бы ну бреди атмосферу поддерживает вот они наезжают на что-то потом отъезжают вот как с абортами изнасиловав не будем запрещать делать аборт потом потихоньку сейчас уже начали высказывать да нет аборт не надо запрещать но куда ну вы чё тяжелая тема женщины лишая вообще а там сложности и так далее то есть сейчас тема дня вот вот в таких системах тема дня это заменяет собой реальное обсуждение реальных проблем они с носком и не значит каких-то фриков и так далее реально двойно обсуждать понимаете но еще раз хочу подчеркнуть здесь нету такого что отвлекающиеся специально давайте еще по нагнетаем чтобы люди вот выплюснули эмоции на вот этих вот полуголых милявских а значит и тем самым не буду думать что на новочеркасскому черкасске на корабле феодосии погибли там 33 человека которых записали в пропавший без сядь срочники скорее всего как я подозреваю на все только как на крещение москва но я хочу сказать что нет но власть она так далеко не думает она делает реактивность вещи то есть вот они на это реагирует и завтра будут еще на что-то поэтому для них нет такого в повестке дня вот мы одну подменяем другой тем на столько ими это бывает она делается но отводится в бок внимание и так далее не в этом случае потому что мы слишком долго это уже тема трясется я думаю что она после нового года вся уйдет на спад уже даже не вспомнил но тут интересно то что вы сказали про новочеркасск действительно поступает информация что там были военнослужащие срочной службы и эта тема она действительно не срезонировала так как свое время крейсер москва и вечеринка мы даже просто простой пример мы по цифрам ю тубе видим что люди хотят смотреть мы давали анализ по новочеркасску это там определенное количество просмотров десятки тысяч когда мы дали про вечеринку это у нас вот например одно из интервью уже 700 тысяч ну вот то есть вот да и ты это видишь никто ничего не подменяет но люди хотят видеть вот это они это и ну да так есть не знаю это чувствует в кремле что тут не надо ничего делать по большому счету все равно будут кликать на то что на голую вечеринку ну конечно да как же они просто знают нет просто знать что скандалы и всякие там интриги и всякие вот эти обсуждения они приятнее и глазу и у же очевидно потому что война это страшно хочется отвернул отвернуться глаза отвести реальная война она же ведь большая часть вот придурков которые в скачут они же реально войны не видели они даже не понимают на деревьях висят там как вот разъятое такое тело солдата это им страшно неприятно они вот и хотят чтобы вот такое было вот все вот на уровне лозунга на уровне дадзебау выкрикивали могут а так вот чтобы по-настоящему понять как человек разрывает там и что это вообще-то может быть чей-то брат сын возлюбленные так далее это это давайте эта форма защиты как бы вот такая психологическая мы лучше будем щелкать вот этих нежели мы будем реально рассуждать о войне а почему вообще отправлять туда срочников очень нормальные люди почти дети по нынешним временам при том инфантилизме вот я-то вот был я в 16 лет кряжестый мужик уже был с лопатой ходил работу на стройке уже там школу заканчивал уже пошел прямо на стройке работ и ходил фуфайте грязные в 17 лет и в 17 закончил ну сразу не исполнился близко к 18 я пошел на стройку 17 лет деньги заработать и учился на юрфате понимаете грязно фуфайка один на ли сейчас вы бы увидели вообще наших молодых людей там 17 18 лет что-то вообще что-то как-то честно на солдат они ну и есть такие ну мало тянут мало 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 поэтому я бы сказал что это вообще война не для срочников любая война не для срочников при том что в чечне например вот я был в чечне во время лучше депутатом так сказать пленных я забирал срочников и и на постах стояли на позициях вот я был в грозном прям в январе я был с началом штурма понимаете это недопустимо в принципе не вот а дело в том что на кресле морского были срочники и видите никаких выводов же не сделали а кресле морского в прошлом году был помните там из крыма какой-то мужик он пытался найти сына он погиб все понимали да 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 но история шумная была ну что ж вы на из этой шумной истории не сделали выводов что срочников нельзя отправлять вообще в крым они могут попасть же обстреливают крым но опять же вот мы тоже так рассуждаем как будто вот ой вот срочники ребятишки там туда-сюда отводя как бы ответственность от государства отчасти потому что вот мы как бы сожалея о гибели этих срочников это кто виноват что украина что ли виновата что она просить защитить так это же не украина приехала на чужие территории убивает это мы приехали то вы заняли чужие территории то поэтому они гибнут и вы ответственность несете за всю ответственность вы несете а вот а дело в том что мы имеем дело с людьми вот там в кремле у которых в голове вот вы сказали для зрителей приоритет так они тоже думают автопати после голой вечеринки они там тоже повеселились все у них нормально это открыто там закрыта еще была часть наверняка это я как бы по этому поводу иронизирую но я просто уверен что так их же тоже интересует голые вечеринки понимаете им тоже интереснее этим заниматься ниже войну какие проблемы срочники новочеркасск понимаете поэтому естественно в системе ценностей которые создают путинская путин и его его окружение ну как бы да давайте попаразитируем перед новым годом на теме каких-то там звезд селебрити там папа по щелкаем их поплющим их нежели будем обсуждать публично а как это срочники у нас оказались это кто их туда направил что они там делали да и вообще новочеркасске вообще что мы там вообще в принципе дело никто же на это не пойдет зачем это делать но на вас пятки им удается вытеснить эту тему вообще из массового сознания то есть по телевизору это не показывают как я уже говорил даже в ю тубе эта тема вызывает меньше хотя в ю тубе более подготовлена аудитория которая скажем так за войной следит ну по крайней мере мы знаем по своему каналу все равно даже там есть снижение интереса к войне как таковой и как будто этого но и черкасска нет нет этой истории это для россии для российского обывателя ее нет однозначно конечно кремлю удается и и вмещать на этом не происходило если бы народ сам не готов был бы вот от этого отворачиваться и игнорировать это понимаете это как бы тот случай к обманываться рад людям хочется от этого отстраниться понимаете ровно поэтому простой пример по экстраполяция вот эти матери жены жен точнее мобилизованных которые там воют воют значит отправьте они уже год с лишним после частичной мобилизации началась в сентябре в конце сентября 2022 года и чтоб сильных поддержали все кто не в теме я имею ввиду люди у которых может быть никого не забирали никого не заберут и они никакого отношения к мобилизации не имеют да всем наплевать всем вообще наплевать вот этот новый то волжанку все эти рейды и так далее обстреливают белгородской области на границе с харьковской области кто-нибудь кого-то вообще волновался кто-то от обстрелов погиб еще что-то да вообще всем наплевать всем наплевать и поэтому с этой точки зрения конечно им легко переключать внимание на вот эти вещи и кремль этим этой манипуляции в совершенстве владеет это факт у них хорошо получается это все замыливать и поэтому определенно что в ютюбе скорее где свободная аудитория действительно превалирует усталость от войны а массовая аудитория в россии которые не пользуются ютюбом или предпочитать телевизор она и не уставала от войны вот так я бы сказал а про путина в холодильнике у нас была такая дискуссия с валерием соловьем разговаривали он говорит нет вадим это путин покойник это двойник я говорю но подождите валерий дмитриевич я видел путина сблизи несколько раз я вижу его точно таким же просто немножко времени прошло и соответственно он изменился валерий дмитриевич говорит что у него поведение изменился вчера специально чтобы показать что мы меняюсь построил интервью не так как я обычную выстрою и вчера у нас получился hard talk с валерием дмитриевичем но он настаивает что пусть он в холодильнике но окей такая дискуссия тема действительно очень резонанс на и многие в это поверили на ваш взгляд до чего почему и зачем как если на конечно я хочу сказать что он там нет какой-то был чистый воды ну а как бывает меча перекучил не человек согласии он и он не 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 какой-то там я не знаю примитивный прохиндей и мошенник нет ни в коем случае вообще ни разу подмечу человек умный я его знаю и знаю хорошо он доктор исторических наук это действительно в своей сфере я подчеркиваю но это гуманитарная сфера большой ученый даже можно сказать у меня есть академические знания в своей сфере глупо это отрицать он получал образование он получал ученые степени звания и так далее на теме политики он скан так и прогнозирование несколько паразитирует искренне может быть может быть неискренне это уж кому как нравится считаю что он тем самым влияет на повестку что он сказал про путин клави смотрите какой эффект то есть в этом есть какое-то даже любование процессом и может отсутствие результат путин же не в холодильнике он четыре часа сидел вещал на прямой линии моего наблюдали все тот же путин а вот же как бы смотрите он создает знаете у вангардистов было такое что мы от новых форм перейдем к новому содержанию ты рисуешь квадрат или там супрематическое искусство например да ролики валики такие какие-то геометрические фигуры и вдруг человек видит там свои сны например а и вдруг ощущает что мир состоит не из красочных сюжетов а из чего-то еще и приходит к новым смыслом таким образом а валет меч создавая новую форму вот такую гротескную да пытается привести к каким-то новым смыслом политическим мне кажется тупиковый путь тупиковый там я где-то слышал версию про то что если бы все в это поверили и исходили бы из этого то власть бы снесли но это как совсем звучит вот инфернально мне кажется совсем нет связи одного с другим потому что очень тяжело настаивать на своей версии когда даже эпигонами подхвачена но не воспринимается серьезно понимаете даже те кто говорили про путина холодильнике они немножко иронизировали по этому поводу вещи которые касаются этого режима все серьезно вот вы помните все серьезно все что касается будет почему потому что война смерть репрессии там навальный все на свете это серьезные вещи за этим как бы иронии за этим сарказмом стоит в общем горе по большому счету а что не горе когда вы и посмотрите любую хронику где пока как с дронов убивают российских военнослужащих уже ужас это ужас вы понимаете сказать он там ползет уже раненый на него сбрасывают эту гранату и так далее там на куски все разлетается вообще ничего не остается из с другой стороны а что вы хотели эта война здесь очень недоцацканий каждый убитый солдат это каждая спасенная жизнь солдата противника то есть украинского солдата а вы как думали война должна складываться с благородным поведением что ой мы вас не будем играть а вы нас убиваете так не бывает и вот вы понимаете мне кажется что темы с мертвым путином путин в холодильнике что это все двойники они вот отвлекает от этого главного они уводят от ужаса всей этой окружающей жизни они не дают представить себе что на в общем и целом путин какой бы он ни был да он отдает приказы убивать живых людей причем не то что одного двоих он же массово если действительно погибло уже полмиллиона по разным оценкам и тех и других хорошо за за 22 месяца полмиллиона народ перебить вы представляете славян перерезать но это как бы это же не до шуток и поэтому мне кажется что вот паразитирование на этой теме ну конечно многие люди ведутся на то что очень надеяться же он путин сдохнет станет им хорошо я понимаю надежда людьми движет но это очень плохая очень плохая иллюзия такая она понимаете может очень людей сильно дезориентировать и это того не стоит много вопросов приходят в телеграме буду их зачитывать как катя спрашивает вас здравствуйте вопрос марку состоятся ли оппозиционные альтернативные интернет выборы в марте 2024 года спасибо ответ да все дальше будет мое обращение надо подождать доделываются технологии все сделали вообще что касается выборов не альтернативных выборы беру в кавычки потому что мы понимаем что это не демократия дорогая бюрократия как сказал свое время дмитрий песков но тем не менее там были тоже интересные такие всплески екатерина дунцова в частности и и инициатива и быстро достаточно все таки заблокировали или изолировали на уровне цик но это действительно наблюдали за мы ей когда написали еще немало вообще мало было слышно мы написали на сразу согласилась на интервью потом она стала давать и потом резкий скачок действительно на нее стали обращать внимание она стала такой достаточно мощной фигурой что это за история как вы считаете она действительно самовыдвиженец там не было никакого согласования каких-то вот игр таких но всегда нужно судить по результату же понимаете вот была собчак а вот теперь дунцова может понимаем где что где кто где как по-видимому изначального ничего не было было какая-то низовая попытка знаете мы вот тут перепрыгнем обойдем мы так вот все по закону поступим и они никуда не денутся может быть даже такое самонадеянное такое было мнение а может и более реалистичное поскольку ее даже не допустили до стадии сбора подписей а завернули на собрание причем под смехотворными предлогами как и все делается в россии вот то скорее всего она не дошла до стадии когда ее могли как бы использовать какие-то части кремля она как бы до этого не дошло может быть они подискутировали подольше может подумали о чем нет я просто разные версии слышал что и вот на замену навального часы и дают подписи собирать еще какие-то люди там начали объединяться за границей ой мы все вокруг донцовой ну как бы все разрешилось достаточно быстро она конечно пыталась маневрировать она обходила острые вопросы о войне вы уже понимаете про путина изучала шеем про него буду говорить при том что она поддерживала и пацифистскую программу я это понимал и это видел и депутатов посаженных типа гориного муниципального до депутата который сидит ужасающим и тогда она безусловно кандидат как бы от этой части но систем не обманешь на дурачка не проскочишь понимаете видимо на хороший человек 40-летняя женщина там из ржева журналист но увидим хороший человек вот так как если как человеку вот она мне вот лично тому симпатично мы же не можем относиться просто как хороший человек не профессия как раньше говорить понимаете если она ввязалась в такую жуткую политику в тоталитарной системе значит в попытке легали в легальном поле чего-то добиться ну я-то вообще со скептиком отношусь к любой форме значит внутри тоталитарной системы самовыражения да вот ну посредством выборов еще что-то каких процедур политических и аналогичных им но мы ей дадим такую возможность если она захочет если она захочет мы ее сделаем кандидатом я уж не знаю победит она не победит на таких выборах но но мы сейчас на этим работаем для нас другие сроки немножко другая вот тема как бы другой поворот просто это нужно доделать дождаться когда сейчас закончится насчет сбор подписи они завершили принявим заявление какие-то решения примут по всем кандидатам и мы уже то свое объявим но просто я к тому что в этой системе вы ничего не добьетесь вы даже не получите известность они не позволят вам ее получить среди широких масс обывателей в россии если кто-то думает что он использует систему в свою пользу или там в пользу своего политического класса там своих сторонников нет эта система вас использует и вот никогда не надо об этом забывать это как с товарищем майором беседуя ты думаешь что ты из него получаешь информацию а он на самом деле тебя пользует как хочет поэтому не пытайтесь играть системы в такие игры это ни к чему не приведет тот еще вопрос про надежды на а он то что а и с ними я думаю что там более сложная история он человек не с улицы он в едино россии был он был во фракции спс он был близ кириенко он был государственной думе он по моему куда-то еще заходил областной дума какой-то был московской что-то в этом роде действительно человек в общем может и симпатичные взглядов правильных но внутри системы он тоже будет стилизоваться под него возможно по него про него договорились про его движение возможно я не исключаю нет мишка только а что он хочет получить стать посмешищем чтобы получить свои там полпроцента и чтобы показывали пальцы но вот она цена пацифиста человека выступающего против войны это и он будет как-то обходить острые углы как-то ему надо это все показывать так чтобы его за жабры не приняли понимаете а у него там инфаркты были какие-то ночью человек в общем я не знаю зачем он играет я считаю что до его согласовали кандидатуру в администрации президента и как раз убрали дунцов что он не опоздался по ногам не раздваивало внимание да но еще раз повторяю во что он играет зачем это им это игра что она ему даст по смешищем быть но не тот же много вопросов про алексея навального этапа который длился около двадцати дней вы были в этой колонии как не в этой соседней в соседнем быка 18 они рядом что с навальным как вы считаете для чего так долго его везли по этапам ну во первых там сроки именно такие они с пересылками могут возить знаете по месяцу могут возить это в принципе системе в син это нормально с другой стороны они у них даются две недели для того чтобы сообщить родственникам или третьим лицам или там полномочным представителем до законным представитель называется а местонахождение лица дам чтобы можно было написать позвонить это так трактует уголовный исправительный кодекс уик исполнительный исполнительный кодекс но почему именно харп я вот не предполагал что так далеко повезут понимаете я все-таки я там был я был летал в шестнадцатом году в мае в салихард и оттуда через опи в лабаднанге я был туда через паром ходил в мае холодные в куртке был такой кибелек был такой на мне ну то прохладно было нормально там если ехать дальше за харпом там уже снег лежал на фотографии я их пересматривал сейчас в компьютере то есть снег там горы там летели на это кем дальше я не считал что его туда повезут потому что условия там невыносимые вот просто климатические условия дерева нет понимаете там немножко из леса вот я ездил там в этнографическую деревню и ранга там хантов ну где-то там что-то такое так мог олени ходят и так далее вот но в принципе условия невыносимый человек льдом дышать понимаете это зимой там плохо там там лето короткая мошкара там и духота бывает потому что и болотистая частью местности так далее но но в основном это зима главная характеристика это зима это что он там в тюрьме и при батарее это вообще роль не играет то что там воздух другое все другое человек не родившийся там может жить там только вахтовым методом как это происходило советские годы богатый край хотя в салихар там 50 или 55 тысяч человек сейчас не помню сейчас даже может меньше стал я даже не знаю салихард это столица ямал-неевского округа то есть этого субъекта федерации это наказание это наказание это расцениваю как ну заморозка понятно отправили о чем больно много имел возможности в владимирской колонии но так если положу руку на сердце здесь у них станет еще меньше эта коммуникация в принципе от его имени может действовать его фбк его штата волков и так далее никто не поставит это под сомнение он никогда это не опровергал и когда он не въезжал в россию они же об этом во всем договорились как действовать когда его арестуют через поэтому от его ли имени говорят нет его но если он это одобрил значит все что говорят его соратники значит это и есть его авторизированные верифицированное мнение и от того что его отвези хоть в антарктиду они все равно будут этого имени вести посты в твиттере или там не знаю в фейсбуке в инстаграме и в других местах фигурами и это будет его авторизированная позиция даже если и пишут его пресс-секретарь от посты это не имеет значения имеет роли это их договоренность это их коммуникация по поводу всех политических решений там будет очень сложно с коммуникации с доверенными лицами с адвокатами из москвы потому что туда надо ехать либо на поезде ли на самолете через опи опи там сложности а есть поезд он ходит через энту лабетнанги туда ходит это очень долгий путь в общем достаточно долгий плюс это не наездишься жить туда переселяться тоже знаете то еще удовольствие а местных адвокатов ты практически не найдешь почти нет но они все подминтованы они все так или иначе связаны с классом все родственники уже там субъект федерации вот такой поэтому да как бы цели его изоляции преследуются но и цели наказания тоже в том числе безусловно а почему как вы считаете то есть путин кремль условный кремль безусловный кремль они считают его еще опасным или это просто уже что-то очень лично то вы знаете это симбиоз одного другого третьего почему потому что видите ли навального просто ненавидят вот это само собой они хотели убить не добили а с другой стороны с глаз долой и сердце он подальше отправишь поближе возьмешь на подальше положу поближе возьмешь разговоры были об обмене разные а так вроде это они показали что мы ничего менять не собираюсь понятно что можно если захотеть обменять то его можно и привезти сенцов там все украинские полицию сейчас воюют кстати с россией издевались издевались теперь он вам в плен то брать не будет видеть иллюзии не питайте попасть с такими солнцем вы нас очень высова это я к тому что как плодить врагов себе а вот ну да ладно значит я думаю что с высокой степенью вероятности что в ближайшее время обмена не будет называли фамилию красикова и так далее на довеску отправить навального плюс ноги почему-то считают что путин точно не пойдет на такой обмен тоже боится что навальный оказавшись на западе будет эффективнее чем другие мигранты там объединит что-то еще здесь нету очевидного решения а есть например путин предложит на какую часть санкции снять обменять навальный пойдет он на это вот этот вот хороший вопрос чем бы и не пойти понимаете руковали сам опять приедет еще вопрос спрашивают у вас наши зрители марк захарович последнее время вы говорите о возможности ротации в органы власти детей элиты насколько этот процесс будет способствовать устойчивости режима не получится ли так что кто-то будет обделен куском пирога это может привести в будущем к расшатыванию ситуации понимаете какая штука вот вы должны понять они детей заводят к тому же вот вы говорите об этом как о будущем ссылаясь на мои слова а вот дмитрий патрушев это что это кто человек который уже давно по меркам правительства тут быстро люди могут вылетать работает министром сельского хозяйства про него даже история с яйцами он получила некий публичный репримант со стороны путина буквально 14 декабря типа он про яйца министр сказал на как он сказал я про яйца про его значит он сказал миссу про есть мы как это просто он сидит на теме а как вот сидит папе секретарем соот безопасности бывший руководитель фсб россии николай платонов патрушев а теперь его сын дмитрий этот процесс то уже нобилитетный такой уже идет это мы все считаем что это какая там отдаленная перспектива ну как им просто нужно создавать бэкграун это же мажоры вы говорите кого-то обделять ну конечно как в поговорке который я часто цитирую сын генерал почему не может стать маршалом потому что маршал свойственным понимаете ну конечно там иерархии если конечно все хотят прыгнуть на жердочку выше чем они находятся на ступеньку там на этаж это объективно но это не может влиять на положение системы в целом на ее стабильность условно говоря путин и патрушева они не собираются завтра уходить они все двенадцать лет просидят он до восьмидесяти двух лет посидит если у кого-то там восьмидесяти трех двух сейчас шесть значит еще шесть ну двенадцать прибавьте на следующий год к его возрасту 72 году двенадцать сколько восемьдесят четыре наверно по шесть лет у него два срока но восемьдесят четыре я вам скажу в принципе достаточный возраст в принципе чтобы уже рядом с тобой много лет работали твои дети эти в качестве министров кто-то премьеров лиц премьеров важных правительственных лиц понимаете кто-то скажет это умозрительная схема зачем ему сейчас заводить детей а когда ему заводить между 70 и 80 самое то между 80 и 90 поздновато будет понимаете мало ли мало ли к тому сроку сейчас 25 лет сидишь а там ты уже будешь на четвертой десятку выходить правильно ну то есть конечно это надо делать сейчас за делать сейчас потому что для следующей каденции я не знаю это плюс шесть лет тебе уже 77 ну как-то в общем дано но у тебя меньше лак и поэтому я могу допустить что например либо тихонова или воронцова зайдут в качестве ну я больше склоняюсь к воронцову и министра здравоохранения и посмотреть тоже хотела души не чает и познай как у воронцова после севис крик будет большой но это один вариант а если ничего так и можно и вторую заводить там еще есть разные такие же экземпляры у фрадкова там сын мощный и другие все по банку иванова то есть кого заводить понимаете дженни дефицит кадров как говорится следите за детьми до в этой ситуации я просто эти дети выходят уже на четвертый день на пятый десяток там они пересекают уже границу 40 лет вот дмитрию патрушу я боюсь соврать ему 44 уже по 43 я вот не знаю пусть посмотрит зрители ну слушайте люди в ум входит уже лет в 30 должны там кто политикой занимается эти все мажорили а как бы сейчас в таком возрасте надо чтобы у тебя за спиной был там депутацию министерство еще что-то а как ты продашь население этих крупных специалистов понимаете поэтому я думаю что очень подходящий сейчас момент когда надо из поместить вот их и уже посмотреть как за реакции чтобы привыкли к ним население сжигайте продолжать закручивать и на возможно именно для этого чтобы никто не изучал потому как бы действительно гендерный фактор работ ну женщина как-то в россии первым лицом ну как ты ты а почему нет с другой стороны если народ и так выглажен до предела то кто возмутиться сегодня она потом ее дитё нормально же еще вопрос спрашивает как Вы можете прокомментировать то что происходит между Зеленским и Заложным и происходит ли что-то между Зеленским и Заложным потому что разговоров много в том числе в российских законалах вот смотрите после предконференции Зеленского а теперь после плед Конференции zeros мне кажется вопрос снят я вижу это так что Зеленский при всех там претензиях и так далее и сюда its past inquiet о19 там политическими амбициями заложен но они сняли этот вопрос с точки зрения что отложили до конца войны вообще выяснение любых любых каких-то отношений мне кажется что ну фраза еленс потому что меня нет личных отношений у меня рабочие отношения у меня личный только женой ну как бы логично звучит вот выглядит ли это как какая-то претензия инвектива ну кому как по вкусу но они специально эту тему обозначить чтобы ее снять что мы дальше воюем мы дальше продолжаем то есть нравится кондерет это единственный подход потому что в угоду каким-то своим страхом амбициям претензиям так далее менять ответственных лиц на таких уровнях это чревато понимаете потому что дело даже не в том если такие же профессиональные генерал как заложник и профессиональных генералов как заложенные в украинской очень важно авторитет во время во время войны очень важно авторитет командующих авторитет начальника военного понимаете полководца потому что если его нету то как выполнить приказы как умирать за может быть даже и зачастую ошибочные приказы командования понимаете это будет голодать людей изнутри потому что вот не нравится нам командующий и вывод заставляете нас еще подыхать где-то там под авдейской а если командующего поддержит и понимает что это за командующий то другое отношение понимаете а я был на фронте дважды вот сейчас в ноябре и до этого в мае я вам скажу авторитет заложен очень высок вот я ехал в запорожье я был в орехов и заезжая в ореховский район это какое-то расстояние от орехов орехов это прям при фронтовой город там 7 передовой думаю там роботино уже дальше еще и там портрет заложен такая стыла я фотографию размещал на каком-то из своих стримов ответов на вопросы посмотрите у меня есть фотографии есть и там везде как бы такие почти иконостас заложено военным повешение это не то что население военный так поэтому а как ты с этим авторитетом будешь ну ты можешь менять насырского на других у замечательных может генералов но нужно понимать авторитет еще все лет очень поделаешь а у российских солдат оккупационной армии есть такие авторитеты сегодня нет нет а у них у них был какой-то совсем низкой массе сам внизу это культ пригожного существовал ну такой очень ограниченный он существовал безусловно а если мало чего можно было сделать понимаете особенно вот среди мобилизованных вот так скажем да сказать не профессиональных военных у них свои представления прекрасно а вот у мобилизованных у них же представление еще обывательские ну что они там когда-то срочную службу проходили вы их вернули на фронт вот сейчас в войну в реальную они в какие-то там условия там контракты их прежнего или там срочной службы они упивались его таким каким-то уверенным успехом и каким-то кондовостью такое что рубил как говорил там говорил как рубил и так далее то то есть манерой понимаете это дерзостью вот этой лихостью вы много таких генералов видели вы посмотрите к лучшим образчиком русского генерала является коношенков понимаете вот они изменили характер брифингов я думаю их реже стали делать но потом новостей не столько много вот но коношен кстати в харькове учился в танковом я боюсь соврать мне рассказывали уже в украине учился я даже я по-моему даже родился в украине но лицо у него унылое понимаете и вот он весь такой русский генерал пьющий и унылый вот к сожалению нет были генералы нельзя сказать что не было таких вот значимых лиц безусловно лебедь был совершенно харизматичной фигурой я с ним встречался вот он приезжал в самару это будет я еще не был вице-мэром я встречался в штабе у одного из кандидатов и потом я его видел еще на нескольких мероприятиях он действительно производил впечатление он производит впечатление такого знаете прям вот советский сапог но умный он не был глупым человеком правда потом не говорит что в связи с этой историей с то что он ушел как бы поддержав ельцина на сайт безопасности что мол душа зайца у него душа зайца но по-моему а это наряду с тем что он в политике не разбирался мне кажется не вполне мягко говоря а тем не менее он был такой вот афганский такой тип генерала когда он он на вертолете как он разбился уже сказал лететь нельзя им летчик дать садись давай заводи шарма вы я еще не в таких вот это но и в опору врезались а вот кто-то говорит что убили кто-то все равно учет сел в вертолет там уже расписано все до мелочей как все происходило красная справа где он был губернатор и он много раз такие вещи делал что он как бы эти вещи и вообще он больше харизматичный ну а где такие генерал то вот где они вот он не скажешь что даже среди советских эти придурку генералов много было людей в общем которые там макашов или вареник у них была такая знаете советская сталинская кондовость у которой хоть как-то выделял на общем фоне а кто сейчас кого выделишь там какие-то появляются исчезают появляется еще попов которые командующие 58 армии гиром майор который сейчас серию отправили якобы таскать гурулев выложил какие-то его разговоры или там в чате там что-то он там объяснял своим офицером а уход из 58 армии до что вот он смутился там каким-то вещам но тоже все какой-то принятие лица общего выражения вот нету в них аристократизма которые связывают в их корпоративные спайки на таком идейном уровне они на уровне мы из одного училища поэтому и нет такого еще вопрос светлана спрашивает марк захарович есть ли темы которые вас бесят разговоры вопросы о чем для вас практически невыносимые часто ли вы сталкиваетесь с такими темами ну конечно про арестовича конечно друзья меня записали в его таскать адъютанты или за уши не знаю в кого потому что я все время вынужден что-то комментировать вы как говоришь о я не буду комментировать но что ты себя ведешь так мы тебя спросили по человеческой а ты кочевряешься и вроде обидеть неудобно да а друзей он каждый день что-нибудь заявляет и ты все время находишься в поводе чего-то комментировать ну согласитесь тоже я не живу для комментирования арестовича но как бы я у меня другие заботы то мать ну да конечно он фигура там с политическим бэкграундом мы связаны были полутора годовым совместными передачами но это совершенно не значит что я должен постоянно его комментировать понимаете лучше я от себя буду говорить вот то что я думаю а поэтому как бы ну никто не в восторге от того что приходится все время другого человека вот попробуйте вот как зовут девушку вот как вот это вот как раздала светлана светлана вот представьте вот каждый день у вас были чего-нибудь спрашивали про бывшего мужа не дай бог они включилась муж 100 лет и дети еще у вас было хорошо вот каждый день был у вас спрашивали у нас не семейные с ним были отношения не ничего напоминающего но но я не могу существовать на в контексте его часто безумных заявлений лучше тогда ты был вопрос про арестович но я сегодня честно говоря поскольку мы тоже задавали вам не раз вопрос про источник сегодня умышленность вопросы не задаю но есть вопрос про кобзона вот спрашивает вас наша зрительница на ваш взгляд что надел кобзон что его так ненавидят и всем негодяям желают отправиться на его концерт заслуженно ли это вообще это мемная такая вещь то понимаете я кобзон знавал пару раз встречал с ним разговаривал вот но это были обстоятельства связаны там с одной общественной организации известной еврейской организации это рэк был такой российский еврейский конгресс где я будучи наполовину евреем я что-то пищал и кобзон был частным завсегдатами на всех мероприятиях где пел где не пел а вот причем я даже был по приглашению лужкова будучи чиновником в астане когда он не вышел на концерт упал за кулисами вот это известная его история с начавшимся раком простаты насколько я понимаю она началась в астане где он не пришел на стадион где должен был выступать он упал там прямо в астане за кулисами его лужков позвал на мероприятие это была какая-то ассоциация крупных городов и столиц снг вот так как-то назывался ее создал лужков и удивительное было дело дело в том что кобзон то ведь был ну такой партийный в широком смысле артист он при всех властях был свой понимаете и при советских и антисоветских постсоветских то есть он олицетворял собой неизменность политики правительства и партии и народа тоже будучи евреем кобзон значит достиг каких-то высот и прошел разные стадии там от просто творческой до в плоти он очень тесно был связан с криминалом вот особенно с авторитетами разными значит товарами законе это не секрет и закончил уже вот полным слиянием в экстазе с властью до степени неразрывности обслуживая и тогда он например привел к путину рошали такого известного доктора который сейчас доверен что это он именно привел и много кого по приводил вот таких же вот смотрите хороший человек можно использовать вот эту вот поэтому кобзон своими песнями для кого-то особенно для молодости людей и так далее останется важным важной частью их биографии безусловно вот говорить о том что их надо отменить как бесталантные там и творческие неполноценные так нельзя сказать он обладал незаурядным талантом это факт вот в нем был артистизм непередаваемый вечный выезд парик это тоже передавал пикантности еще образом как всем артистам вот в нем было и и мужское в нем было и одновременно с этим вот это податливое услужливое понимаете он комбинировал все эти качества когда он умер вот так да значит причем умер почему говорят отправиться к кобзон потому что он последний город и абсолютно нелепо выглядел в роли вот этого персонажа из днр понимаете он родился в донецке и поэтому его пользовали уже даже не не в кремле а уже ниже спустили среди его раком простаты и пользовали на уровне там всех этих захарченков и так далее которые тоже к нему отправлялись с кем бы он значит там не соединялся в экстазе не выступал на каком-то очередном спорище ветеранов сцены или там не знаю войны он везде значит потом все эти персонажи куда-то исчезали вот эти все атаманы и все эти батьки с днр и всех этих событий донбасса 14 вот так он превратился в мем вот так он сам себя положил в мем вот пугачеву в такой мем не превратилась понимать она ведь тоже и путин поддерживала все такое дистанцию соблюдала она понимала где заканчивается власти начинается автономность ее культурного начала и партийных песен она не пела вот пугачева вот парадокс да такая обласканная певец брежнев обожал пугачева просто души не чая слушал прямо так далее я вот вроде видел пару раз приглашали ее туда в кремль но партийных песен не пела рликина таралаля а вот кобзон всю жизнь пел партийные песни все про партию народ про путина великого еще что-нибудь так что он и останется вот этим кобзоном который ждет своих друзей на том свете ну что ж спасибо вам за то что нашли время и вышли в наш эфир марк фейгин был сегодня с нами марк с наступающим вас новым годом или как говорит дмитрий муратов с отступающим 2023 всем доброго всех тоже с праздниками с ушедшими предстоящими всем желаю доброго всего следующем году и встретимся уже видео в следующем году спасибо большое до свидания что мы переходим